В первом классе я пробовала писать и правой рукой, и левой, но вот в левую руку как-то карандаш, ну и ручка легли легче. О том, что она левша, Ольга поняла с детства, но сейчас типичной левшой себя не считает. Жизнь заставила тренировать и правую руку. Теперь без ведущей левой она может управлять компьютерной мышью или держать ножницы. Девушка работает учителем, почти все дети в классе правши. За это время, признается, пришлось приноровиться. Должен показать детям, преимущественно праворуким, как правильно держать ручку именно в правой руке, а не в левой. Постановка разная, наклон тетради разный, работа у доски достаточно осложняется тем, что я пишу левой рукой, соответственно, все надписи либо стираются, либо загораживаются. Геннадий Асташов тоже левша. Талантом, как и многие леворуки, не обделен. Нашел себя в искусстве, работает художником по костюмам. Говорит, начал шить еще со школьной скамьи. При том, что ведущая рука левая никаких трудностей не испытывает. Шить могу и правой, и левой. Вот это тоже мне удобно. Но левой получше. Работа с карандашом, да, вот этот вот штрих. И, соответственно, я мизинцем опять же все размазываю. У меня очень долгое время не было, ну, такого хорошего штриха, потому что я все время смазывал рукой. И тоже приходилось приспосабливаться и как-то подкладывать какие-то бумажки. Сейчас на счету Геннадия тысячи эскизов из сотни пошитых костюмов. Но сам молодой человек леворукость творческой особенностью не считает. У меня мозг с первого класса, ему просто пришлось работать иначе. То есть, мне кажется, это какая-то воспитательная такая история, ну, никак не генетическая. То есть, я не чувствую с леворукостью, ну, связанных каких-то вот творческого потенциала. То есть, это все-таки работа. Специалисты же утверждают, леворукие люди искусства. Чаще всего у них есть творческие способности и таланты. Правши, они более последовательные, что ли, условно можно назвать, более логичные люди. А левши – это более творческие. Это обусловлено вот с позиции психоневрологии. Конечно, левшей в мире по-прежнему меньшинство. Но некоторые исследователи уверены, если дело дойдет до выживания сильнейших, выживут именно левши. Почему? Да потому, что их поведение непредсказуемое, и соперник не будет знать, чего от них ожидать. Кстати, герои нашего сюжета и правой рукой могут работать. Это возможность найти в себе таланты и развить их. Как в свое время сделали Леонардо да Винчи, Юли, Цезарь, Альберт, Эйнштейн, Бетховен и другие. Список выдающихся левшей можно продолжать еще долго. Мария Микшута, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком.